Повести гор и степей А сейчас даже существует такое выражение Земля Чингиза Айтматова Вот какая она ваша земля? Ну какая, видите какая Прекрасная земля, по-моему Субтитры создавал DimaTorzok Вы затронули, в общем-то, очень близкую для меня Я считаю, что не только для меня, а для всякого человека Природа осознает ли он это или нет Но его неотъемлемая часть Это та материя, которая породила нас И мы вместе с окружающей нас природой Какая бы она ни была Здесь ли у нас В Киргизии, в России или в Африке Вот, в общем-то, вместе с природой мы Совершенствуемся И познаем свою суть Жизненную суть Познаем окружающий нас мир Я бы сказал, что В целом для художественного творчества В целом для всего, так сказать Ну, эстетического мировосприятия человека Природа сама по себе является Могучим таким источником Житницей, я бы сказал Вот, многих наших Мироощущений И не случайно, я думаю Совершенно не случайно Лучшие гуманистические произведения Лучшие страницы Лучшие полотна Музыка В общем Живопись Она очень тесным образом связана с природой С пониманием природы С восприятием окружающей нас Вот, красоты природы Красоты не в смысле, что Все должно, так сказать, быть как-то Ну, красиво В смысле альбомным Нет Степь Даже Выжженная Степь Горы Даже такие вот Голые Которые сейчас мы вот Имеем В общем Все это имеет свою Неповторимую красоту Надо только Уметь это распознавать Понимать Надо проникаться Этим чувствам Понимание природы И я думаю, что вот Вы сказали, что Природа, в общем-то, присутствует В моем творчестве Довольно Заметно Но это не случайно Не случайно, потому что И Наша Отечественная литература Я думаю, русская литература Классическая И современная Советская литература Они, в общем-то В целом Ряде случаев Изобилуют Прекрасными Примерами Образцами Того, как Художник И природа Воедино Выступают Для того, чтобы Свой образ Создать Этот образ Предназначен Для того, чтобы Обогатить Душу Чувство Ум Читателя Зрителя Слушателя Я думаю, что Сейчас уместно Было даже сказать О том, что Все-таки Лучшими Образцами Вот Уже Повторного Мыслительного Воспроизводства Воссоздания Природы Средствами Художественными Средствами Мы находим И у Толстого Помните В Хаджимурате Как начиналась Эта великая Повесть Уже тогда Через Кустарник Через Состояние Этого Кустарника В общем Было Предсказано Предстоящая Дальше Трагедия Драма Хаджимурата И того Времени Я думаю, что Мы могли бы Сослаться И На Творчество Тургенева Я думаю Мне так кажется Что у Тургенева Конечно Творчество Нельзя Ограничить Только Описанием Природы Красоты Так сказать Подмосковной Европейской Вот Но Чем дальше Тем больше Именно вот Эти элементы Творчества Тургенева Они Как-то Обретают Уже Силу Самостоятельную Силу Потому что Так Значит Понимать И описывать Природу Как Тургенев Потом Значит Было уже Трудновато Надо было Или повторяться Или надо было Находить новые Краски Новые Приемы Вот у Пришвина Здесь Пришин вообще По-моему Писал О природе О человеке Через природу Вот так даже Можно сказать А для меня Природа Вот В том В полном Понимании Как мы ее Понимаем Сейчас Это действительно Моя родная Стихия Ибо я Вырос Родился И вырос В Аиле В Шекере Это горный Аил Ну вы наверное Слышали о нем Где-нибудь читали Да Вот И я должен Сказать Что Не только Вот Та среда Та экологическая Среда Что ли Выражаясь Научим языком Она так Может влиять На формирование Человека Да И даже На На его Так сказать Какие-то способности Особенности Его таланта Вот Но и Народное Устное народное Творчество Я имею ввиду Вот Фольклор Сказания Сказки Произведения Таких Народных Поэтов Импровизаторов Ахвенов А я бы Хотел сейчас Упомянуть Об одном Киргизском Ахвене Прошлого века Звали его Дженни Джок Это был Большой мастер Своего Жанра У него У него есть Целая поэма Которая Называется Вода Только вода И больше ничего Вода В разных Состояниях Вода В разные Времена Года Вода Утром И вечером Ночью И при свете Луны и звезд Вода Восприятия Ребенка Женщины Мужчины Мужчины Идущего С какого-то Не знаю Тогда это было Героическим делом С какого-то Угона Табуна Предположим Когда запаленный Скакун И он вместе Припадает Наконец к воде Или наоборот Совершенно Другая Контрастная Картина Утром Рано Только что Солнце Коснулось Воды И ребенок Босой Маленький Входит в воду То что он Чувствует И как вода Играет с этим Ребенком Можно бесконечно Много говорить О природе О человеке О литературе И вообще О всем Эстетическом мире Человека Непосредственно И нерасторжимо Связанного С природой А вот Чингис Тарькович Герои Многих ваших Произведений Особенно последних Как правило Дети Подростки Видимо Впечатления Вынесенные С собственного детства Играют какую-то Особую роль В вашем творчестве Вы наверное Поскольку я Вспомнил О своей Маиле Вспомнили о том Что Дети тоже Я просто Вспомнил Ваши последние повести Это и белый пароход И ранние журавли И пеги-пес Бегущий Краем моря Там как правило Детская душа Вообще Ребенок Восприятие мира Глазами Ребенка Подростка Это очень важно Для вас Это очень важно Не только Для читателя Для человека Воспринимающего Произведения Искусства Или литературы Но и Для самого автора Для творцов Это тоже очень важно Я так думаю Что Писатель Если он Выражает Своё время Свою эпоху Он наверное Всё-таки должен В значительной степени Нести с собой Всё то Что он Издавна С детства Увидел Пережил Воспринял Потому что Вот всё то Что в детстве Воспринимается Это На долгие годы Остаётся В душе человека В памяти человека И Я например Вот Особенно это Остро почувствовал Когда писал Ранние журавли Там Хотя герои Так сказать Они самостоятельные Автономные Герой Ко мне Никакого прямого Такого личного Отношения не имеет Но тем не менее Очень многое Вот Само это время Годы Обстановка Историческая ситуация Это вот Всё так сказать Связано Действительно С моим детством Я Провёл трудное детство Но Тогда вот В последствии Когда я писал Я В общем-то Был благодарен Судьбе За то Что она мне Подарила Именно Вот Такое детство Когда я мог Увидеть Жизнь Всю Её В её полноте Со всеми Её контрастами Со всеми Её сторонами И трудными И не очень Так сказать Радостными Иногда Но Я думаю Что И вот Из этого Исходя Я уже Из личного Опыта Мог бы сказать Детство Детство Детская пора Формирование Созревание Человека Вот в этот Период В общем Потом Сторицей Воздастся Когда человек Люди Необыкновенно Духовно Богатые Люди Интересные Своей Индивидуальностью Что вы Вкладываете В понятие Личность Ну это Во-первых Очень серьезный Вопрос Философский Вопрос И Я В общем-то В душе Так мне кажется Что я Понимаю И знаю Что это такое И Когда Вы упомянули Здесь Танабая Других Моих героев Наверное Я вкладывал В этих Героев Существует Героев Вот именно Понятие Личности Не думайте Что если бы Они не были Личностями Или Не только Они А и Все другие Литературные Герои Герои Театра Кино Если они Не наделены Чертами Личности Они конечно Не могли бы И не могут Так влиять На Нас Я думаю Что личность Это человек Имеющий Свои Убеждения Человек Стремящийся К идеалам Высокому Идеалу Человек Наделенный Чувством Достоинства И стремлением К внутренней Свободе Вот так вот Коротко Мне хотелось бы Ответить на ваш вопрос Еще у меня Такой вопрос В связи С этим Понятием Личность Вот Одним из Основных Качеств Ваших Героев Опять же Таких Как Дед Мамун Или Учитель Дюйше Является Бескорыстие Я бы сказала Обостренное Чувство Совести Вот Почему Эти Вообще Качества В людях В человеке Вам Человека Все Время С тех Пор Как Человек Стал Человеком Он Думает Он Рассуждает Он Пытается Определить И понять Что Такая Совесть Ведь Собственно О чем Бы не Говорило Искусство Она Постоянно Говорит Об Этому Совесть Если Сформулировать Обобщенно Есть Внутренний Стимул И Внутренний Тормоз Что Разрешается А Что Запрещено Что Прекрасно А Что Отвратительно Если У тебя Есть Совесть И Ты Убьешь Человека То Потом Ты Убьешь Себя Если У тебя Нет Совести Ты Будешь Спокойно Спать И Так Во Всех Вопросах Во Всех Делах Ты Можешь Кого Обидеть Необдуманным Словом Если У тебя Есть Совесть Ты Утром Извинишься Это Элементарные Формы Проявления Совести А Над Этим Возвышаются Иные Категории Социальная Гражданская Совесть Но Вот Что Удивительно Все Мы Понимаем Что Такое Совесть Всем Из-за Нее Однако Постоянно Происходит Потрясение После Которых Человечество Исполнно Спрашивает Себя Куда Же Девалась Совесть Совесть Это Я Мое Я Это Совесть Это Я Вступая В контакт С окружающими Руководствуюсь Собственной Совестью По сравнению С отправными Нормами Человеческого Я Вещественные Отношения Кажутся Вторичными Производными Производными От Совести Являют И другие Качества Как Например Принципиальность Или уклончивость Скромность Или Самодовольство Литература Искусство С самого начала Сделали Вопросы Совести Основным Предметом Своей Заботы Чтобы Захранить Человеческое Достоинство В себе Самом И в других Нужно Понимать Что Это Достоинство Существует Только Благодаря Законам Общения Когда Я раню Достоинство Другого Человека Я Не Должен Воображать Что Мое Собственное Достоинство Останется Незадетым Все Это Принадлежит К сфере Совести К утверждению Высоких Норм Наша Совесть Подвержена Постоянным Испытаниям Нужно Только Ясно Осознавать Это Если Взять Большие Масштабы Например Взаимоотношения Между народами И общественными Системами То Результаты Испытания Приобретает Особый Вес Ваш Танабай Из Коммунист Учитель Дюйшен Тоже Коммунист Но Это Характеры Очень Разные И Время Разное Вот Каким Представляется Вам Образ Коммуниста В сегодняшней Литературе Ну Надо Сказать Что Вообще Образ Коммуниста В нашем Современном Искусстве В современной Литературе Это Один из Главных Центральных Образов Ибо Все мы Понимаем Что Коммунистическое Движение Коммунисты Сами Вот Они Составляют В общем Ту Центральную Движущую силу Нашего Общества Поэтому Здесь Есть Свои Сложности Я Думаю Что Изображать Коммуниста Так Как Вот Мы Изображали Предположим В ранние Годы Я имею Ввиду Первые Годы Развития Советской Литературы Это Уже Недостаточно То есть В русле Романтизма Образ Современного Коммуниста Он уже Так Скаж Не укладывается В это Потому что Здесь Романтизм Он неизбежно Ведет Какой-то Возвышенности Выспаренности Иногда Плакатности Вот Кроме того Есть еще Значит Некоторые Такие Моменты Вот В толковании В понимании Образа Коммуниста В художественном Творчестве Очень многие Люди Претендуют На то Что они Именно Они знают Каким Должен Быть Коммунист Как он Должен Выглядеть Как он Должен Мыслить Вести Себе И так далее Но К сожалению Многие Исходят При этом Из каких-то Идеализированных Представлений Понимаете Это сумма Каких-то Безупречных Качеств Я думаю Что Настоящее Полноценное Живое Искусство Оно Не может Так сказать Ограничиться Или тем более Значит Развиваться Вот В этом Вот Каком-то Русле Таком Заранее Предопределенном Я думаю Что сейчас Образ Коммуниста Должен Прежде всего Быть Очень Глубоким Цельным И человечным То есть Чтобы его тоже посвящали И тревоги И сомнения Чтобы это был человек Больших Сильных страстей Чтобы он Не только чувствовал Свою ответственность Ответственность Это Одна из Самых таких Ну Ярких Глубоких черт В образе Коммуниста Но чтобы он Знал Как Каким образом Он сможет преодолеть Те трудности Жизненные И Каким образом Он должен Быть именно Вот В этом процессе Так сказать Человеком Имя которым Коммунист Это Великая миссия Потому что Надо быть Среди людей Человеком Среди людей В то же время Значит Он должен еще Значит Нести в себе Вот Черты Коммуниста Человека Передового Человека Ну Устремленного Каким-то Своим Большим Целям Идеям Например Я даже Сейчас Думаю Что Образ Первого Учителя Несколько Иным У меня Если бы я Сейчас Писал Он бы Остался Тем же Девящим Одержимым Верящим В свою Правоту Но Сейчас бы Я Сделал так Чтобы У него Было больше Внутренних Переживаний Тревог Сомнений Страданий Потому что Преодолеть Так сказать Вот те Испытания Беды Которые Обрушились На него Наверное Все-таки Тяжело Человеку И Это Литература Проза Должна Дать Почувствовать Понять Читателю Ну А Что касается Танабая Я Думаю Что он Наверное Все-таки На своем месте Я бы его Не стал бы Трогать Много Я получаю И по сей день Писем Откликов Многим читателям Он По-моему Так Пришелся По душе Вот Чингис Тарикулыч У вас есть Такое высказывание Что Воспроизвести Жизнь Воспроизвести Историю Может только Проза Что проза Это венец Всякого искусства Не кажется ли вам Это Суждение Слишком категоричным Конечно Не только проза Не только проза Естественно Все другие Жанры Вот Но я имел ввиду То что проза Все таки Это Венец Всей художественной мысли Мне так кажется Лично мне так кажется Потому что проза Она У нее возможность Огромная возможность Понимаете Все Все это Представит Перед мысленным взором Так сказать Человек Проза Может нарисовать Так сказать Самые Разнообразные Картины В самых разных Так сказать Плоскостях Времени Пространства То есть Оно очень Объемное Оно стереофоничное По сравнению С другими видами Искусства Например я Хорошо отношусь И к театру Но все таки Театр Много условностей Имеет Он ограничен Сценой Вот Кино То же самое Не говоря уже О музыкальном Там Искусстве Понимаете Они имеют Свои преимущества Я Не думаю Что Этим я как-то Могу Преуменьшить Значение Других Других Видов Искусства Но Проза Все таки Это слово А слово Было первым Вся Что бы мы ни делали Все равно Все так сказать Вся наша мысль Она В форме слова Выражается Так И проза В этом смысле Имеет Громадные преимущества И первенство Так сказать И переворотство Свои художественные переворотства Наверное Все таки человек Значит И вот Художественное творчество Человек Началось Наверное Со слова Вот А даже По сравнению С поэзией Проза Выигрывает В том Что она Не скована Ритмом Рифмами Вот Ну и Современная Проза Тем более Она все больше Оснащается Понимаете Новыми Новыми Какими-то Средствами Выразительности Вот Какие особенности Современной Прозы Вы могли бы Выделить Какие основные Проблемы Современной Прозы Вам кажутся Интересными Ну я думаю Не только Прозы Тут уже Значит Мы можем Рассуждать Вообще Какие Какие проблемы Перед Литературой Перед Всеми Жанрами Перед Всем Искусством Я думаю Что Ну и все-таки Надо прозу здесь Выделить Потому что проза Идет Фарватера Это я так думаю Я думаю Что сейчас Настала пора Когда Мы должны Больше Обратить Внимание На личность Человека На его Связь С обществом Человек И общество Почему я это говорю Потому что Было время Я не отрицаю Значение Эпических Произведений Это действительно Полотна Такие Широкие Представляющие Историю В движении Больших Так сказать Народных Масс Но Это Несколько Так сказать Привело К безличностному Искусству Понимаете Искусство Все-таки Корень Искусства Это личность Личность Это вот Высшая Точка кипения Искусства Поэтому Если мы Больше будем Уделять внимание В просе В частности Изображение Личности Что Из себя Представляет Современная Личность В чем Ее Так сказать Сущность Каковы Ее Проблемы Каковы Ее Связи С обществом Связи Так сказать Взаимные Вот Я думаю Что это Было бы Самое Интересное И Проблемное Жизни На На Вопросы Как жить Выдвигается Совсем Другая Проблема Зачем Жить Это Вопрос Поистине Пилософский Вечный Глобальный Вопрос В этом Смысл бытия Человек Ищет Я Я думаю Я думаю Что Литература Искусство Наука Все вместе Они сейчас Должны попытаться Ответить Как можно Убедительней Разумней Как можно Глубже Сильнее Мне кажется Что философию Нельзя Уподоблять Чисто Прикладной Науки Ведь Получается Следующая Вещь Философия Для любой Науки Дает Только Методологию Сама Допустим Литература Должна Избирать Свой Путь В освоении Каких-то определенных Философских Мы это И пытаемся Делать Если ты Заметил По-моему В западной Литературе Да и в нашей Советской Литературе Есть же Все-таки У нас Попытки Но я считаю Что вот Наша Сегодняшняя Литература Она уже Вторлась Или вторгается По крайней мере В какие-то Серьезные Философские Проблемы И Правда Я согласен С тобой Что Если в искусстве Вырабатываются Какие-то Определенные Нормы Каноны И без этого Тоже невозможно То надо В соответствии Со свойством И Закономерностями Жанра Прикасаться К этим проблемам Это я С тобой согласен Здесь есть Другая проблема А подготовлен ли Наш читатель К восприятию Именно Таких произведений Совершенно верно Там, что он подготовлен Определенная Конечно Такая Читающая Публика Ты не заметил В иностранной Литературе Например В каждом номере Идут Очень серьезные Статьи Очень серьезные Статьи Где весь Опыт всей Мировой литературы Обобщается И сопоставляется С нашей Литературой И мы видим В этом сопоставлении Где мы Так сказать Идем В ногу Где мы Опережаем А где мы Даже отстаем Тут ничего плохого Нет Живая жизнь Ты же Читаешь И Залыгина И Бондарева Я бы даже Сюда И Распутин В какой-то степени Отнес бы И как По-твоему С чем связан Переход Собственно Именно к такой Тематике Наших советских Писателей Ну я думаю Что Сейчас Жизнь Сама наша Действительность Она поставила Перед нами Вот именно Такую задачу Мы должны Уже От Метода Описательности Перейти К глубоким Философским Обобщениям И анализм Кстати Ты же Хорошо знаешь Наших поэтов По-моему В поэзии Это лучше обстоит Как ты думаешь Ну Мне кажется Что Здесь я бы мог Провести Такой пример Ну Допустим Андрей Вознесенский Ну да Вот именно И Мартынов Тоже ведь И старше Поколение Еще Тем не менее Мне кажется Что Вот все Все попытки Наших писателей Сейчас Нельзя все же Назвать полностью Охарактеризовать Это все Именно философским направлением Есть Естественно Какие-то Попытки Подойти К этому Близко Но четко Очерченного Так сказать Ты не фетиш Все жиры Пожалуйста Вот это вот Философское направление Это не фетиш Философское направление Одна из Так сказать Составных частей Общего фронта Литературного Понимаешь Ваши произведения Такие как Джамиля Белый пароход Бегий пёс Бегущий Краем моря Всегда очень поэтичные Что вы вкладываете В понятие Поэзии души И вообще В чем вы видите Поэзию Повседневной жизни Ну это Опять же Очень Обширные понятия Поэт Поэзия Поэтичность Каждый раз Мы это употребляем В попытке Так сказать Понять Что Какие особенности Мы обнаруживаем В картине В песне В музыке В слове художественном Я думаю Что это Природное Качество Души Поэзия То есть Наверное Все люди В той или иной степени Наделены Поэтическим чувством Но отдельно Из них Более острые Более сильно Это Так сказать Проявляют Ну Самый такой Элементарный пример Все становятся Поэтами В 17 лет Это пора Так сказать Прихода любви Человек Начинает постигать Ну Жизнь С Новой Какой-то Открывающей Для него Стороны Прекрасной Стороны Человеку Приходит Любовь В это время Многие Пытаются Писать Стихи В это время Человек Начинает Понимать Смысл Песен Любовных Он Начинает Любить Именно эти Песни Он их Воспроизводит Поет Вот Это Прекрасное Конечно Чувство И Сколько Человек Будет жить На земле Столько Об этом Будет он И думать И говорить И писать И изображать Вот Я тоже Как-то Пытался В чистом Виде Вот Зарождающееся Поэтическое Отношение К миру Через любовь Передать Опять же В ранних Журавлях Вот главный Герой Подросток Султан Мурат Ему 15 лет Но он уже Где-то на подходе К этому Открытию Именно этого Мира Любви И Для меня Он важен Был Не столько И сейчас Он для меня Не столько Важен Как он Пахал Оксайскую Землю Действительно Труд Подростка Военных лет Это Особая страница Это Большая Так сказать История Нашего Детства Юности Но мне Он был важен И интересен Именно вот Как человек Вступающий В мир Поэзии Мир любви Поэтому Вы помните Там Были вот Страницы Описание Оксайской Степи Полета Журавлей И как Тяжело Как трудно Было Этим Мальчишкам Но все равно Вот в нем Прорастал Росток Поэзии Росток Любви И поэтому Я связываю Напрямую Любовь И поэзию Это Видимо Одно Единое Целое И каждому Человеку В общем-то Дано Это Прочувствовать Пережить Ну Разные Бывают Ситуации Иногда Некоторые Люди Недооценивают Недопонимают Этого И Поэзия Любовь Проходят Мимо Конечно Когда не писали Стихов Стихи Нет Никогда Во все ваши Произведения Вы как правило Вводите Мифы Сказания Древние Легенды Киргизские Плачи Песни Вот чем Они дороги Вам И какую роль Они играют В вашем Творчестве Мифы Легенды Сказки Я думаю Что Мы Еще Не совсем Даже Подошли К тому Чтобы полностью Глубоко И до конца Раскрыть Значение Вот Этого Прошлого Этого Наследия Которое Мы Имеем Ведь Человек К реалистическому Пониманию Мира Такому Которому Мы Сейчас Пришли Он Подошел Не сразу Это же Постепенно Он Познавал Мир Себя И вот На этом Пути На пути Этой Эволюции Были В общем-то Большие Всплески Человеческого Такого Ну Поэтического Отношения К миру Прежде Всего Философского Это были Вершины Человеческого Духа Которые Нашли Свои Выражения В миф В мифологических Образах И Кроме того Это Неповторимые Уже Видения Неповторимые Миревосприятия Человек Уже Никто Больше Нигде Не создает Миф Никто Не сочиняет Сказок Народных Эпических Сказок Я имею ввиду Нелитературных Сказок И Было бы Грешно Если бы мы Не воспользовались Опытом Этим Духовным Опытом Теми Художественными Ценностями Которые До нас Наше Предыдущее Поколение Возвели В своем Поэтическом Мире И поэтому Мы обращаемся К ним Для того Чтобы Восполнить Вот то Что сейчас Нам не хватает В той или иной Степени Для Полноты Изображения Человека Природы Мира Всего Вселенной К этим Мифам Которые Пытались Обобщить Объяснить И с философской Точки зрения И с поэтической Точки зрения Все что Окружало И все что И все что Они видели От космоса До мельчайшей Травинки До мельчайшего Какого-нибудь Существа И всему Этому Во всем этом Человек Находил Какой-то смысл Целесообразность Значение Символ А вот легенда Орогатой матери Оленихи Она действительно Существовала В киргизском Эпосе Такой Род бул Род оленей Передают Из уст Эта легенда Ну естественно Я ее Несколько Трансформировал Я считаю Что Это мое Право Право Художника И действительно Надо Творчески подходить К мифам К легендам С тем Чтобы они С тем Чтобы они Вросли В наше Современное Сознание Понимаете Вот А этот миф Он как раз Наглядный Пример Того Что Миф Трактующий В углом Понимание Человека Вот Борьбу Добра И зла И Сегодняшняя Рациональность Жестокая Рациональность Вот Идет Столкновение Мифа И Сегодняшней Рациональной Рационального Отношения Человека К себе И К природе Трактующий Какое, на ваш взгляд, воздействие оказывает и должна оказывать литературу на современного человека, на сегодняшнего человека? В повседневной жизни, по-моему, литература имеет неоспоримое свое, так сказать, значение и место в духовной жизни человека. Несмотря на то, что сейчас телевидение очень много времени отнимает, так, кино, радио, другие, так сказать. Театр. Ну, я имею в виду другие какие-то средства, значит, информации и прочее. А все-таки книга остается книгой. Книга, она, это главная собеседница, вот в старинной даже было такое слово, наперстница, наперстница. То есть какое-то духовное, такое, значит, взаимопонимание. То есть книга, она все время находится рядом с человеком. И вот когда человек остается наедине, после больших, шумных, там, значит, ну, дней напряженных в своей жизни, когда он домой к себе приходит или где-то в другом месте остается самим собой, то книга – это непременно и первый, так сказать, собеседник. Почти все ваши произведения экранизированы. В кино они получили вторую жизнь. Как вы сами относитесь к экранизации своих собственных произведений? И как вообще, на ваш взгляд, воплощается проза в кино? У меня с кино очень сложные и давние взаимоотношения. Поэтому я не буду говорить, как другие, что я, ну, отношусь к кино с предубеждением, там, или наоборот, значит, пытаться умолить значение кино. Нет, я считаю, что кино – это и друг, и соперник литературы. Кино теперь – это два крыла. Если у птицы есть два крыла, то у литературы теперь вот есть крылья – это кино. Потому что, ну, книга книгой, вот. Ну, для того, чтобы она как-то, ну, смогла проникнуть в самые широкие, так сказать, народные круги, массы, все-таки экран – большое подспорье. И не только подспорье. Экран, если это талантливый экран, он может очень многие вещи, то, что в прозе сказано, в слове, ну, сделать их зримыми образами. Так. Ну, конечно, здесь процесс такой, диалектический. Что-то утрачивается. Утрачивается, так сказать, значение самого слова, многомерность прозы, ее, значит, объемность. Но выигрывается за счет других средств, за счет языка кино, специфического языка кино. И, кроме того, вы прибавьте сюда еще шумы, музыку, движение воздуха, ветра и так далее. И как все это наполняется, такой, значит, настоящей, живой жизнью, действительностью наполняется. То, что, так сказать, изложено на бумаге, в тексте. Текст оживает на экране. Существует мнение, что, главная книга для писателя, самая любимая книга, это всегда та, которая еще не написана, которая впереди. И вот в связи с этим мне хотелось бы спросить вас, как вы пишете? Как вы работаете? Как рождаются образы, сюжеты ваших произведений? Ну, это очень удобная формула, считать, что главная книга, лучшая книга, не написана, впереди. Знаете, так можно себя очень долго утешать. Но на самом деле, писатель, в общем-то, каждый раз, сталкиваясь с каким-то новым замыслом, с новым сочинением своим, он вроде бы заново вступает в литературу. Вот, казалось бы, уже имеющий опыт литературный, что-то написал. Тем не менее, каждое новое произведение для тебя — это новое испытание, новое вхождение в литературу. Ну, я думаю, что... Вот вы интересуетесь, как я пишу. Наверное, об этом просто невозможно рассказать. Каждый конкретный случай, новая, так сказать, новая работа, новое произведение по-разному возникает, по-разному рождаются, по-разному потом пишется. Ну, в одних случаях какие-то наблюдения из жизни могут дать толчок воображению. В других случаях — размышления над какими-то фактами жизни. То есть, это невозможно все охарактеризовать. каждое произведение, каждое произведение, художное произведение, наверное, имеет свою биографию, свое возникновение, свое развитие и завершение. Что вы считаете главным в работе писателя? Что я считаю главным? Наверное, все-таки правдивость. Правдивость и искренность, глубина образа. Ну, чтобы это было и увлекательно для чтения, потому что многие умные мысли можно изложить и в научном трактате. Но художественная литература, она потому и литература, что она должна воспроизводить жизнь, действительность самым правдоподобным образом. Вот к этому надо стремиться, к этому надо все свои усилия прилагать. Ну, если говорить обобщенно, то главная задача для нашей современной литературы и искусства это утверждение концепции истинного гуманизма, красоты и неповторимости человека, сегодняшнего человека, нашего современника. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»